Это не относится только вообще к теме визажистов, это вообще большая тема, которая относится ко всему, к рисунку, к карандашу, к рисунку живописи, к графике, к дизайну, ко всему. У кого-то есть художественное образование из вас? В художественную школу никто не ходил? Ну не важно, в художественную школу ходили с красками. С умением рисовать и держать все-таки вообще карандаш, с умением смешивать цвета, с вот этим навыком. Поэтому помимо того, что вы сейчас пришли учиться на визажистов, и мы вас будем, естественно, учить, вам нужно в свою жизнь вообще вводить обязательно рисунок. Не обязательно идти куда-то профессионально учиться, а просто брать в руки краски, листик и кисточку и пытаться на крайне человека. Вот этот внутренний потенциал, связанный вообще с рисованием, он очень связан как раз таки с тем, что вы потом будете изображать на лице. Мейкап – это не просто нам нанести тональный крем и, не знаю, делать какую-то коррекцию. То есть мы можем вас, конечно же, научить, как, ну не знаю, трогать, делать мейкап. Что вы тут вот затяни его, тут вот вызвали и получите достаток и рожон. Торт, когда вы или там сын от них не делаете, понимаете, да? Этого, 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 скрепил, вроде что-то там получилось. То есть вот именно эта энергия, когда вам нужно что-то сотворить. И для того, чтобы она в вас работала, вот эта энергия, ее нужно запускать. Почему, собственно, я спросила про художественные школы и образования. У тех людей, кто этим занимался в детстве, его периодически занимаются, эта энергия запущена, она как бы работает, она живет внутри человека. Это антисердечко. Это вот так, да? Вот так. Да. Лично. Он больше мне вот, больше, что такое она напоминает. О, ладно, я шучу. Так, дальше что еще? Овальная. Овальная. Квадратная. 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 Трапециевидная. Прямоугольная. Преугольная. Сейчас, трапециевидная. Еще что? Преугольная. Преугольная. А? Овальная, круглая, круглая. Круглая, круглая. Забыли, круглая. Конечно же, как же. Рук. Еще что? Рук. Угу. Все? Широкий. Рук. А как, сердечко? От ряг Sodom. И в сердечках имеется и в виду широкий рулон, и в русский вот таком подговоров. Вот так вот. Ну, да, да. Тогда это череп в своей жизни. Череп. Череп. А что там по телевизору хотят? Вот вы видели черепушку в виде сердечка? Нет. Или черепушку в виде рягания сердечка? Черепушку. Черепушка от этого, от робота. Разве что, да? На самом деле, запомнили и выкинули эту чушь из своей головы. Это придумал кто-то, кто составляет планы на обучение. Так, нам надо пейзажисты вручить год. Значит, что мы будем, почему мы будем вручить первый месяц? Форму лица. Надо побольше придумать форму лица. Какие они бывают? Возьму геонет. Понимаете, на этой планете симметрия дверь одинаковая. Глаза будет чуть равной, перекошенной и так далее, но оно одинаковое. Оно симметричное. Поэтому, когда люди приходят, тоже начинают думать о том, что у меня несимметричное губо. Или там, у меня разные глаза. И вот это вот все. Не бывает такого, чтобы глаз был у него губ. Или носа. Не бывает. Дальше он еще делится вот так, и еще делится вот так. Да, то есть его можно очень много делить, но в любом случае он всегда делится на четкие две равные половины. Причем эти половины, они четные всегда бывают. Как два глаза у нас. Две половины, две на три, две брови, два уха. Мы все абсолютно четкие. Две ноги, две руки. Вот у нас как бы все по два идет. Ну, кроме каких-то там позвоночников, например, ноги посередине. Какого-то там не было размера вот такого или вот такого, вычлените вот этот вот, да, круг дочек. Он для вас самый главный. То есть, если вы представите, что все-таки встретили человека с ромбиком или тропинцией, вы берете и вот в этой тропинции вычленяете овал. Самое главное, чтобы у вас, в вашей голове, вот этот овал, он был не искажен, да, чтобы вы понимали, что такое идеальная корния. Все, что есть практически, это и есть свадебный макияж. Свадебный макияж – это фантазийный макияж? Нет. Вот тут-то нет. Когда невеста приходит в ЗАГС с разрисованными цветочками на руках, это прям колхоз 95-го года. Или там со стразинками, отклеенными вот тут. Это может быть, если она какая-нибудь буддийская невеста или там еще что-нибудь. Но свадебный макияж не может быть фантазийный. А кто хочет толстый макияж? Нет. Вот вы это прекрасно все знаете. Потому что вы девушки. А вот у нас обычно мальчики, наверное, они этого не знают. И мне приходится говорить о том, что, а вы знаете, что всем девочкам хочется глаза большие, независимо от того, кто хочет. Вот с такими глазами ей хочется еще больше. Вот с такими глазами ей хочется еще больше. Худющая шкистерочка, ей хочется еще усилена. С нормальным носом. Ей хочется пластику сделать, чтобы нос поменьше было. И вот эта вся история бесконечная в головах женщин, она вездесущая. Если перед вами женщина, значит, под более чертой. Она хочет большие глаз, большие губы, худой, лицо, красивые грудь, длинные ресницы. то не генотик и дальше убедить с этими тенденциями и помимо того, что работать в этой тенденции обращать внимание на свое собственное лицо то есть если вы ищете себе буквально болезнь то надо далеко у лица обращать то есть у вас же не визажист понимаете в глазах как бы человек в общем визажист должен показывать в первую очередь на своем лице в свое умение вообще работать к нам приходят иногда устраиваться на работу просто один раз скажу, что вы как раз на все законы кто одержит? с грязной головой, без макияжа, драга, джинсов манитуром там вообще последние 10 лет не пахло приходят мне спросить я демерс, мы с ФИМа, не знаю, я работаю очень хочу вот как бы вам на работу я говорю, а вы кто? мы и так красивы без этого мы глубоко забуждаемся красивыми мы можем быть в 15 лет и в 18 даже в 22 уже не очень без косметики косметика придумана для того, чтобы нас украшать вот мужчинам не нужна косметика они и так красавцы зима весна и осень ну все, да, наверное? холодно весна теплый 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 то же самое теплый а? лето, да? лето холодное весна отерка весна отерка лето холодное тоже лето холодное холодное будет? я считаю, что этого вообще не существует но вам как разожистам нужно это знать и в этом разбираться потому что эта теория она очень большой вес имеет в мире современном часто приходит невеста и говорит ну скажи мне кто я зима лето или так ну или кто я и естественно она уже знает она там ходила на какие-то мастер-классы и кто-то ей когда-то уже говорил и она идет а что вы ей теперь скажете угадаете не угадаете а может быть опровергнете поэтому вы должны в этом разбираться вот в этой теории так вот лето это холодный цвет такой большой буквы мягких теплых оттенков поэтому весна считается теплым как они определить вообще кто у нас лето кто у нас весна не понимаю вообще существует еще одна очень большая тема она называется контрастность это бывает по шкале 0 до 10 и вот это уже не теория вот это уже действительно так и есть это уже скажем так из художественного образования и вот это самое важное вообще из всего что я до этого говорила вот это самое важное и вот важно именно в контрастности разбираться человека тогда собственно у вас никаких проблем не будет контрастность бывает от 0 до 10 черные волосы черные глаза они такие насыщенные когда вы стоите смотрите на человека у него прям черные глаза плюс подходите они грубые или подходите они зеленые окажутся черными это однозначно контрастность 10 это однозначно зима по контрастности вы можете определить это цель дайте максимальная контрастность значит зима далее у нас идет давайте разберем осень осень это тоже не очень высокая контрастность поэтому осень чаще всего это рыжий волосы конопушки достаточно светлая но не белая светлая такая светлая желтоватая с большим количеством конопушек это осень и вообще опять же если этого человека сфотографировать и перевести в черно-белый у него будет такая ну такая очень мягкая контрастность да потому что рыжий цвет он будет серым цветом кожа его с конопушкой он тоже станет бедной такая ну плюс-минус контрастность не очень высокая поэтому осень я бы вообще могла отнести ну там не знаю контрастности где-то по шкале приблизительно вот так потому что ну крайне редко бывает конечно но приятно чаще всего это такие сероватые волосы и такая вот налет золота от золота или еще от чего-то кожа тоже с конопушками такая желтоватая глаза зеленые то есть вы еще по глазам определяете если у вас мы сейчас разбираем весну у теплого светотика должны быть теплые глаза теплый цвет это у нас желтый цвет если у нас желтый и все его примеси если вы берете зеленый и туда добавляете желтого просто становится зеленый теплый если вы берете зеленый и добавляете туда синий зеленый становится холодным декор если у человека глаза зеленые желта теплая то это весна да но она бывает не только весна бывает и осень конечно почему потому что кожа достаточно такая светлая но при этом волосы не темные но и не белые что-то среднее получается transportation до мечты и гонки глаза теплые глаза глаза теплые да глаза мне тоже кажется темные но и теплые волосы теплые но и ноги волосы теплые волосы теплые ну не знаю как весна я ближе Получается, что тёплая, кожа тёплая. Ну и по контрастности она больше в весне. Мне тоже кажется, потому что зима – это белая кожа, чёртая, чёртая, тёмно-красочная. Татьяна, Настя Анастасия. Обычно контрастность натуральных волос, контрастность глаз, она одинаковая. А в данном случае ощущение, что человек красит. Потому что видите, какие контрастные глаза тёмные, а волосы светлые, такого вообще в природе не бывает. Ну, это один, да, на 100-200 человек. Больше 4 лет. Чёртая, холодная? Да, потому что кожа холодная. Да, глаза холодные, цвет колосы. Более срок. Свой. Ну, не срок, хорошо. Ну, надо понять, какой свой. Не срок. Уважаемый. Комментар con. Уважаемый. Корректор В.Пухови. Сынкин. Погнали. Это по-русски ш . Это по-русски. Это по-русски. Продолжение следует...